МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас, настоятельно призывая подключаться к нашему разговору, расскажите, пожалуйста, быть может, был у вас какой-то любимый костюм, не знаю, на Новый год. У меня, к примеру, костюм Снежинки всегда был. Пять лет, наверное, подряд носила, пока не стало уже мне маловато. Что же вы надевали? В кого же вы перевоплощались? Звоните, расскажите. Я думаю, нам будет очень интересно с вами побеседовать. Тем временем я представляю наших гостей, которые наверняка знают все о костюмах, карнавальных, сценических, и вообще, наверное, о одежде, разбираются в этом вопросе. Итак, Татьяна Гриценко, директор компании Вианта. Здравствуйте. И Анжелика Косян, дизайнер как раз костюмов, которые сегодня будут представлены у нас в том числе. Здравствуйте, Анжелика. Добрый день. Рассказывайте, пожалуйста, хочется о компании Вианта. Для тех, кто вдруг не наслышан, вдруг еще где-то как-то подзабыл, расскажите, пожалуйста, чем занимается компания? Ну, наша компания занимается прокатом костюмов. У нас в прокате взрослых костюмов более полутора тысяч, детских костюмов 500. В прокате у нас ростовые куклы, тоже больше 20, уже даже не знаю сколько, очень много бутафорий различных, аксессуаров. Ну, основная наша деятельность, конечно, это производство, потому что у нас свое ателье, и начинали мы как ателье, и шьем костюмы сами, в основном, все костюмы. Исключение составляет иногда детские костюмы, иногда закупаем. То есть все костюмы, которые представлены, это пошиты сами по собственным эскизам? Да. По эскизам, я так понимаю, и Анжелики в том числе, да? Слушайте, Анжелика, откуда же столько фантазий? Как так, где же черпаете вдохновение, что море костюмов, море идей, и каждый раз они повторяются? В общем-то, все идеи, это только жизнь. Исторические костюмы, это книги, понятно, ты стараешься там или близко делать к тем костюмам, которые исторические, или стилизовать их. Потом нужно их так сделать, чтобы они как бы оптимально подходили, например, для проката, если это... Ну, то есть назначение костюма, это как бы, конечно, самое важное. Если для проката, то там определенный список требований. Если это костюмы танцевальные, для танцевальных коллективов мы много делаем. У них там свои требования костюмам, и ты как бы вроде все то же самое, но чтобы чуть-чуть это соответствовало, там было удобно двигаться, было удобно танцевать, чтобы это не мялось, носило. Чтобы со сцены опять же красиво смотрелось. Да, чтобы со сцены. Кстати, вот это вот расстояние как бы очень важно. То, что если этот человек выступает далеко на сцене, то это как бы одна обработка, один масштаб узоров, так скажем. Если это же костюм сценический, ну, человек работает ближе к людям... Какой-то фокусник, быть может, который... Да, да, которого вот как бы... Микромагитор активный. То тут должна быть такая как бы обработка, что тут нельзя как бы подходить, вот как бы тут чуть-чуть раз, вот декорировал, и все. Это должно быть настоящее. Вот, и естественно, все вот эти вот задачи ставят, в общем-то, клиенты. Они приходят и говорят, мы хотим вот такое, вот чтобы это вот так двигалось, горело, там, светилось, чтобы это развивалось, чтобы это было красиво. И образы, идеи, как бы они часто подталкивают. Иногда идеи прям вообще, ну, очень сумасшедшие. И, ну, как бы... У нас такой принцип, что я подхватываю их. А бывает такое, что вот приходит, ну, не знаю, с какой-то действительно мега-крутой, и мега-сложной идеей, что невозможно воплотить. Либо как-то находится на компромиссе. Ну, мы находим, конечно, компромисс, потому что воплощаем всякие разные, и со светодиодами, что блестящие, и там цветы раскрывающиеся, если это большой такой аксессуар бутафорский, который должен раскрываться. Очень разный. Да, ты тут мельница была, мельница крутящаяся, дети танцевали танец, и у них была такая, они там за ленточки должны были ходить. И карусель. Карусель это такая. И она должна была, ну, чтобы не упасть, потому что это опасно, и это... И крутиться она должна... Ну, то есть какие-то технические условия, которые... Матрешку, да. Матрешку мы делали трехметровой высоты, и такая, что в нее должно было помещаться шесть девочек, тоже в костюмах матрежи, объемных, чтобы это была конструкция легкая, она могла двигаться, и из этой большой матрешки выходили девочки. Ну, то есть совершенно, абсолютно разные темы, которые мы воплощаем. Слушайте, действительно, да, хочется как-то посмотреть, какие-то ваши идеи. Я так понимаю, что все это возможно сделать на вашем сайте. Так или иначе, какие-то костюмы, которые возможно взять в прокат, быть может, костюмы, которые были пошиты, да, и уже нашли своего обладателя, все это можно посмотреть на сайте, там полная фотогалерея, так? Да. Так понимаю? На группе ВКонтакте. В группе ВКонтакте. Да, да. ВКонтакте, да, сейчас благодаря такой возможности легко найти, легко понять, легко познать и спросить даже, к примеру. Хорошо. Ну, я так понимаю, то, что Вианта не только занимается пошивом костюмов, не только занимается прокатом костюмов, но и активно как-то реализует какие-то проекты интересные. Вот совсем недавно буквально открылся проект, где можно примерить на себя образ исторической личности. Рассказывайте, пожалуйста, где, как, как давно существует этот проект? 1 сентября мы открыли новый проект в Космопорте. Это такая фотозона Вианта. Это Версальский дворец. На фоне Версальского дворца можно сфотографироваться в исторических костюмах. Одеться буквально малышей можно одеть, взрослые дети, можно сделать семейную фотографию в костюмах, такая царская семейка. Сфотографироваться можно, при желании, можно сделать это, распечатать на холсте, оформить в багет. Такая будет очень хорошая память. Можно просто фотографию сделать. Сейчас, в преддверии Хэллоуина, мы новую тему, то есть следим за тем, что новое должно появляться. Календарь праздников все равно отталкивает вас. Конечно, конечно. И мы как раз на эту фотозону мы приготовили костюмы для Хэллоуина. Будет проводиться акция обязательно. То есть если люди фотографируются в костюме, мы в субботу у нас будет подведение итогов предыдущей акции, вручения призов. И мы объявляем новый проект, начало новой акции, что фотографируешься фотографируешься в костюме, отправляешься с определенным хэштегом и набираешь наибольшее количество лайков, получаешь приз. То есть не просто так можно примерить, но еще и какое-то дух соперничества присутствует, который всегда настраивает на что-то такое интересное. Действительно, какая-то интрига должна присутствовать. Что ж, интрига для наших телезрителей тоже, конечно же, сегодня будет. Разыгрываем мы билеты, билеты на спектакль «Оранжевый ежик» это детский спектакль, поэтому родители, бабушки, не знаю, тети добрые, всех тех, у кого есть прекрасные малыши, которые хотят отправиться на спектакль «Оранжевый ежик», внимание, задаем вам вопрос. Ну, коль уж говорим сегодня о костюмах, о истории костюма, то и вопрос будет связан именно с этим. Эта обувь пришла на Русь от тюркских кочевников, а потом распространилась по всему миру. Что имеется в виду? Босоножки, лодочки, сапоги либо стуфли с длинными узкими носами? Вот такой вот вопрос, 202-11-22. Отвечайте. Четыре варианта ответа. Какая же цифра принесет вам два билета на спектакль, узнаем совсем скоро. Надеюсь, вы нам сейчас позвоните. 202-11-22. Что ж, ну, а я понимаю, что действительно прокат костюмов, это такое все, более-менее сезонное, да? Вот. Либо нет, либо я ошибаюсь. Нет, нет. Круглогодичные. Круглогодичные. Дело в том, что у нас костюмы не только на Новый год и там на Хэллоуин. Это костюмы, которые берутся, во-первых, есть нарядная тема, то есть можно взять детям и взрослым на какой-то утренник или на какое-то торжество костюм. И костюмы берутся круглый год. Почему? Потому что, во-первых, это праздники в детских садах, праздники в школах. Это театральные спектакли, сейчас модные в школах. У нас по некоторым темам есть коллекции костюмов, в которых можно одеться, спектаклью какую-то, например. Да, одеть чуть ли не целый класс, например. Есть костюмы, которые можно сейчас очень модно, например, устраивать дни рождения в каком-то стиле, вечеринки в каком-то стиле, даже свадьбы. Стиляги. В прошлом году отшили огромную коллекцию стиляги. Там этих девушек можно одеть, не знаю, сколько человек, 20, наверное, вот в эти пышные юбки с оборками, разные цвета. Там было 70 лет победы, мы сделали огромную коллекцию военной одежды. То есть это на День Победы можно взять военную форму и с этими пилотками, с ремнями, гимнастерками. И просто пройтись даже по городу. Да, то есть это как бы кто-то, может быть, устраивает праздник. Это на разные возраста, на разные размеры. Естественно, это как бы очень удобно людям, чтобы не шить костюм, потому что шить, конечно, все равно получается дороже. И потом взять костюм на один раз, если как бы ты не занимаешься мероприятием, ну, постоянно вот в этом костюме, то это, конечно, значительно оптимальное по цене. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут, уважаемый наш телезритель? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Ну, рассказывайте, пожалуйста, помучаю вас. Помните ли вы свой первый, не знаю, карнавальный костюм? Куда надели, какой он был? Ну, свой карнавальный костюм я сейчас не помню. Уже карнавальный костюм у меня у сына, поэтому, а он у нас снеговик. Снеговик, хорошо. Но это, я так понимаю, новогодний костюм, да? Да, новогодний костюм. Слушайте, ну, замечательно. Скоро Хэллоуин, быть может, и по этому поводу что-нибудь донарядите, что-нибудь сделаете для сына. Что ж, вопрос мой звучит следующим образом. Эта обувь пришла на Русь от тюркских кочевников, а потом распространилась по всему миру. Что имеется в виду? Это босоножки, лодочки, сапоги, либо туфли с длинными узкими носами. Ну, может быть, это сапоги? Это действительно сапоги, обувь, обладающая с высоким голенищем. Да, на Руси их носили аристократы, потом действительно перешли уже и на обычных людей. Ну, а сейчас сапоги в такое более-менее холодное время года носят, наверное, все страны мира. Что ж, я вас поздравляю. Действительно, билеты на спектакль «Оранжевый ежик». Я так понимаю, наш прекрасный снеговик отправляется на этот спектакль вместе с мамой. Спасибо большое вам за звонок. Что ж, ну, действительно, заговорили мы немножечко о Хэллоуине, да, вот так промелькнуло. Совсем скоро уже этот праздник. Уже начинают как-то задавать какие-то вопросы, спрашивать? Да, более того, не только начинают задавать вопросы, так как у нас система бронирования, что можно заранее забронировать костюм. Сейчас уже люди активно приходят, меряют костюмы и бронируют, чтобы уже на этот праздник быть одетыми. Быть одетыми. Что ж, я предлагаю показать воочию, чтобы наши телезрители увидели, насколько красивы, насколько масштабные костюмы, что это не просто там какой-то аксессуар, да, ведьмочка и так далее. Вот. Пожалуйста, просим первую модель, рассказывайте, что это сейчас к нам, девушкам, пройдет. Ой, какая красота, вам телезрители предстоит сейчас увидеть. Вот, пожалуйста. Комментируйте, что за костюм? Это костюм средневековой ведьмы. Мы сделали плащ, он универсальный, одевается на разное количество размеров, воротник отдельно одевается, ремень, и, конечно, корона, которая, на самом деле, при всей своей такой массивности, достаточно легкая. Образ может быть изменен, ну, то есть, если как бы дополнить другой короной, другим головным убором или там еще чем-то, то как бы может быть этот плащ там превращенный в другой образ. Красота. Спасибо большое нашей модели, да, сейчас будем встречать другой костюм. Это тоже сами, я так понимаю, да? Да, да, все костюмы мы делаем сами, то есть, это работа и портные, как бы, закройчики выполняет, и бутафоры, потому что все вот эти вот короны, вот эти ремни, это, конечно, воротники делают бутафор. Это работа такая. Просим нашу следующую модель пройти в студию. Вот такой костюм. Мне кажется, сейчас многие узнают, многие как-то хотят, да, перевоплотиться в эту героиню. Рассказывайте. Это костюм Мелефисента. Конечно, все очень любят Анжелину Джоли, все ей как-то так пытаются где-то ей подражать. И, конечно, этот образ, он очень популярный. Мы сделали головной убор, он практически один в один копирует головной убор самой этой Мелефисента. Ну, и плащ. То есть, это, в общем-то, плащ, как вот с обложки, так скажем. Да, это действительно сразу вспоминается и сказка «Спящая красавица», и фильм Мелефисента, где Анжелина Джоли исполнила главную роль. Хочется сказать, что там вот, как бы, ну, не всегда девушки-модели, да, но часто бывают люди других габаритов, которым хочется тоже одеться, выглядеть как-то красиво. И, как бы, вот этот костюм, там, плащ, что тот, что этот, они позволяют одевать на разных размеров, и при этом, как бы, выглядеть очень красиво. Что ж, спасибо большое нашей Мелефисенте. Ну, подскажу, что увидим у наших моделей еще в следующей части передачи, вот так вот, заинтригуя наши телезрители, а пока, да, вот еще у нас есть такое чудо. Да, мы просто хотели сказать, что это не обязательно взрослые люди, то есть мы можем одеть любые возраста, и девочек, и мальчиков. Вот этот, вот это вот такое платьишко с таким головным, миленьким убором, это буквально ребятишки от полутора, двух лет, могут одеть и быть в образе ведьмочки, и можно сфотографироваться, например, или взять на какой-то праздник одеться вместе там с мамой, с родителями, там с папой, со старшими. Я так понимаю, есть и женские, опять же, да, есть и мужские образы. Сейчас как раз были продемонстрированы какие-то женские костюмы, но и мужские, не знаю, Дракула, наверное. Дракула, самый популярный мужской герой, конечно, у нас есть там, на фотозоне, есть он у нас в прокате, так что можно, могут мужчины не тушеваться, а тоже прийти и нарядиться, потому что мужчины немножко, девушки-то как-то посмелее. Да, вот как раз хотела, опередили мой вопрос, девушки все-таки почаще, да, обращаются, хотят перевоплотиться, либо мужчины тоже есть такие смельчаки. Очень много и мужчины смело одевается, кроме, скажем, таких хэллоуиновских костюмов, у нас есть, например, темы, которые из кинофильмов популярных, например, Иван Васильевич меняет профессию, у нас очень много костюмов, и там, конечно, очень много и мужских костюмов, мужчины с удовольствием одеваются. А царь-то не настоящий. Да, 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 костюм от Ивана Грозного, он, кстати, очень любит его. Что ж, давайте как-то под финал подводить наш разговор, еще раз проговорим, где, когда можно примерить на себя исторический образ, где можно примерить на себя костюмы хэллы, ну и что, за это будет, если телезрители наши придут и как-то померят. Давайте. Ну, во-первых, взять в прокат костюм, это можно на санферной 95, там у нас основное помещение, а сделать фото, значит, получить фотосессию, сделать фотосессию, устроить себе, это можно в Космопорте, главный вход, мы работаем без выходных и там, можно уже сейчас. В Космопорте акция стартует с понедельника, но костюмы будут уже в субботу, можно в субботу уже прийти и начинать фотографироваться. Сейчас там исторические костюмы, в принципе, можно успеть почувствовать себя исторической личностью, с понедельника уже костюмы, посвященные такому темному, ну, веселому празднику Хэллоуин. И в субботу в три часа у нас будет подведение предыдущей, итогов предыдущей акции и вручение призов, всех приглашаем, у нас там будет беспрочная лотерея, приходите. Что ж, спасибо вам большое, спасибо, что делаете людей, ну, такими счастливыми и как-то их заставляете вернуться в детство. Все равно все-таки наряды, костюмы, это такое что-то из детства, и это как-то вдохновляет и заставляет улыбаться. Всегда. Да? Да. Вам спасибо большое. Что ж, ну, а мы смотрим с вами небольшой сюжет. Хотят ли жители нашего города кардинально изменить свой образ? Ответы ищите на следующем сюжете, а после встречаемся в этой студии. Ну, меняло очень много разных образов было, и цвета, и стрижки. Все, все, что с этим связано. Все пришло в том образе, который меня, в принципе, устраивает. А вы как считаете, вообще нужно экспериментироваться своим образом? Вот ваше мнение. Я думаю, да, надо меняться. Время меняется, люди меняются, все меняется, и человек тоже должен идти в ногу со временем. Да, ну, особо я всем довольна, мне кажется. Особо каких-то изменений не планирую. Таких резких экспериментов не было с внешностью. Ну, единственное, что только окрашивание, может быть, было из таких резких экспериментов, а так вот стараюсь не экспериментировать, я больше все-таки за естественной красотой. Я думаю, что нужно меняться, меняться в лучшую сторону каждому человеку. Ну, я, по крайней мере, вот недавно постригусь, поменялась, все время были длинные волосы, вот после рождения ребенка решила измениться. Не жалеете? Нет. Нет, не жалеем. Мы решаемся, худеем все время, но пока не получается до той степени, как и хочется. Мне не нужно, но помолодеть лет на 30 хотела бы. Хорошо. А менять внешность не надо. Волкоз, ну, погоди. Почему? Инон? Роднее, чем другие иностранные мультипликационные герои. А я вот очень давно мультики не смотрел, честно. Я даже не могу точно сказать. А какой любимый мультик? Да вот нет такого. Вот очень давно мультики не смотрел, вообще почти не смотрел телевизор, больше читал. А почему? Потому что не любите мультфильмы? Нет, я читал больше. Интереснее было читать, но было. А с литературным героем, может быть, есть какие-то ассоциации? Я себя больше с авторами, наверное, ассоциировал. Вот я в детстве читал Артур Конан Дойля, вот, не только Шерлок Холмс, другие произведения, и читал Айзека Азимова «Научную фантастику». Как бы ассоциировал с ее, потому что там умные фразы говорились, которые сейчас и цитируют, но я это все детство прочитал. На мышку из Тома Джерри. Почему? Не знаю. Какие-то общие черты? Мне просто несколько рассказали, что я похож на мышку. Король лев. Я добрый. Симбой? Нет. Король. Просто король? Конечно. Не ассоциирую вообще ни с кем. А любимый мультипликационный герой? Нет. Нет таких. То есть мультики вообще не смотрите? Смотрю. Почему? Конечно, смотрю мультики. Многие мультики нравятся, но любимых героев нет. Может быть, какую-нибудь принцессу из диснеевских сказок, мультиков? Почему? Не знаю. Просто в детстве так и было, так и сложилось впечатление. Какая принцесса самая любимая? Спящая красавица или Золушка или что-нибудь из этого? Набель из Красавица и Чудовище. А почему? Потому что она читает много книг? Не только, потому что она влюбилась в душу, а не в то, как выглядит человек. То есть, мне кажется, душа – это самое честное, что есть. Внешность бывает обманчиво очень часто. Все дело в костюме. Так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. И на самом деле, чтобы примерить на себя карнавальный костюм, особого повода искать не надо. Достаточно лишь встречи с друзьями. И вот как раз девушки, которые присутствуют в этом студии, тому подтверждение. Они не только согласны с моим высказанием, что действительно можно как-то на себя примерить какой-то образ, встретившись просто, но и воплощают эти идеи в жизни. Так, давайте буду представлять. Рядышком со мной сидит Елена. Здравствуйте. Напротив Татьяна. Следующая Наталья и Надежда. Что ж, как раз девушки, я вам так расскажу, что каждый раз, когда они встречаются, я так понимаю, что это бывает не особо часто? Нет. Не особо часто. Очень часто, скажем так. Все, кто где живут, а все уже там и семьи, и дети, и у нас в странах получается не часто. Да, поэтому у нас так, если мы встречаемся, то это происходит редко, но это очень феерично и запоминающе для всех. И как раз со сменой образа. Совершенно верно. А когда пошла такая тенденция, то, что при встрече хочется как-то вот выделить, хочется, чтобы действительно был праздник и нарядиться? Я помню, с чего все началось, это был девичник Натальи. Наташа. Провожали ее замуж. Замуж отправляли в Москву. Соответственно, мы как бы хотели, чтобы он прошел не просто банально посидеть где-то в ресторанчике, а мы хотели запомнить его. И, соответственно, у нас это получилось. Мы, может быть, немного банально на тот момент взяли тему гавайской вечеринки. Это было пять лет назад. Это было пять лет назад. Мы одели все очень ярко, у всех были, соответственно, гуссы. А Наталью мы хотели очень выделить, поскольку она невеста. Мы ее одели в венок. Мы ей подготовили. И самое главное, гвоздем можно так, может, большим гвоздем программа была, да. Я напечатала, помню, флаг. Девичник. Розовый флаг, на котором крупно написано «Девичник, бабочки». Наши знамя. И это знамя теперь у нас лежит. Наши знамя. Следующий, кто будет замуж уходить обязательно будем с этим флагом. Соответственно, этот флаг торчал из лимузина, по которому мы ездили. Всегда был с нами, да, этот флаг. На набережной. Это для меня было, для меня это было, на самом деле, неожиданностью. То есть, что у нас будет гавайская вечеринка. Ну, что на ней будет, я не знала. Это готовила все, моя дорогая сестра. И, естественно, с помощью девочек. С помощью девочек. Я бы, естественно, ничего не сделала. То есть, я знала форму одежды, что нужно прийти, вот это будет у нас там гавайские бусы, соответствующий дресс-код был. Да, обязательно. Это все продумано было. Но какая будет программа, я совершенно себе не представляла. И у нас было все так феерично, посвящение. То есть, мне вручили этот венок, там, за барабаном, под барабанную дровь, под стихи какие-то. Всех девочек, всем вешались торжественно эти бусы. То есть, эта программа была очень так сначала продумана. В общем, у вас появился настоящий девичник. Организовывали девушки, подружки. Да, да. Вы практически были так, в сторонке, и для вас это был настоящий праздник. Полный сюрприз. Да, сюрприз. А потом пошел такой кураж. То есть, у нас такая компания, она так подобрана, девочки. Все очень позитивные. Все очень позитивные. Все оставляют свой груз где-то там, за дверью, мешочек вот так, ставят со своими проблемами, и заходят с улыбкой на лице, с позитивом. Какие-то там приколы, или еще какие-то фишки, все подхватывают. Очень часто люди на улицах, мы же не можем просто посидеть, мы обязательно с выездами, на одном месте, в другом останавливаемся, ходим, гуляем, и очень часто люди хотят к нам присоединиться. Даже сфотографировать. Девочки, я могу сфотографировать. А вы вообще откуда? А можно к вам присоединиться, поехать дальше с вами, а потом где вы будете? Ну, это действительно очень шумно, ярко. И заряжает. Люди это видят со стороны. Я вот, допустим, за себя скажу, я такого не ожидала, потому что у меня как-то и настроение было, я еще, помню, прилетела, я уже там жила, в Москве, я, помню, прилетела, у меня как-то настроения не было. Но до такой степени мы поймали этот кураж, что когда мы спустились к Волге, ну, как бы, символ Самары, Волга, набережка, обаяцеля, молодь, да, с песком по песку, по Волге. Все с нами фотографируются, девочки, можно с вами фотографироваться. Да, и мы спустились к Волге, начали бегать, у нас фотограф был, и начали бегать по берегу, по берегу, по Волге, да, задрали юбки, мы уже не обращали внимания на фотографа, мы уже не позировали, у нас еще фотограф такая, она с нами, буквально вчера ей звонил, а она, девочки, я все поняла, я буду, я буду, да, как всегда, вот, и мы бегаем по берегу, значит, и девочки в одном порыве подхватывают меня и начинают подбрасывать, то есть, представляете, крупкие девочки, начинают меня, и на что, к чему я это все рассказываю, я потом это увидела, только на фотографиях, я этого не помню, и мы, знаете, на самом деле, очень прекрасное есть высказание, то, что лучшие дни, это те дни, которые мы проживаем, не заметив, вот когда вот все легко, когда даже как-то вот так вот, как уже прошел день, это, наверное, самое лучшее. То есть мы еще смотрим фотографии, значит, такое ощущение, что мы еще и в бобле не были, где мы только не были. Ладно, дальше, первый девичник, собственно говоря, с этого все закрутилось, а потом как поняли, что надо сделать это доброй традиции, а потом просто началась группа ВКонтакте, потом началась группа в Ватсапе, все, мы все там вместе, мы всегда собираемся, не просто опять так же банально, обязательно нам нужно придумать тему, опять так же филичную. Потому что мы поняли, что это очень здорово, мы сами заряжаемся, мы вот проведя девичник, мы настолько заряжаемся потом, может быть, мы год не будем встречаться, но мы весь год под этими впечатлениями живем. Можно перевью, расскажу, фотограф после нашей вечеринки, она мне сделала такой подарок, сделала фильм, сделала диск, говорит, я тебе делаю это бесплатно, говорит, девочки, я с вами, если что, я с вами всегда везде зовите, говорит, если мне становится грустно, скучно и плохо, я всегда открываю ваши фотографии, смотрю их, и мне становится так хорошо. Знаете, как приятно от этих слов. Это хорошо, давайте сделаем приятный нашему телезрителю, а именно разыграем билеты. Билеты, кстати, замечательные, вот мне кажется, каждый бы с радостью отправился билет на выступление государственного, академического, хореографического ансамбля «Березки». два билета на, точнее, один билет на двоих, поэтому любимого, подругу, самого замечательного человека с собой сможете взять. А вопрос, собственно говоря, ну, коль уж говорим сегодня о костюмах, опять же, связан именно с этим. Именно это король Ричард Львиное Сердце запретил носить рыцарям. Что же, мех, бубенчики, шнурки, либо вещевой мешок. 202, 11, 22. Что же королю Ричарду так не понравилось, и что он вычеркнул это из гардероба рыцарей благородных. Вот такой вот вопрос. Нелегкий, скажу я вам, но и билет, в принципе, согласитесь, очень-очень хороший. Надеюсь, справятся наши телезрители? Обязательно. Я точно в этом верю. Что ж, у нас есть подборка фотографий. Это действительно был не только один девичник, это были еще какие-то встречи. Вот смотрим, вы рассказываете, это как раз девичник. А это, по-моему, два года назад. Это последняя наша встреча. Венки два года назад, правда, это было. Уже теперь на всех венки. Русские какие-то красавицы. А лето было феей. Очень хотелось ярких фотографий. Соответственно, мы взяли яркие шары, и все, опять же, ярко оделись, и отличительная черта данного девичника были венки. А здесь, понятно, кавгойская вечеринка. Кавгойская вечеринка. Тоже не шляпы. Только мы искали, не знаю, по всему городу, наверное. Мы не могли найти шляпы. До нашего блока была, да, потому что проблема. Проблема найти костюм. Мы искали по городу элементарно шляпы, если честно, правда. Это было три года назад. Мы искали. Я очень люблю эту фотографию. С лопочными глазами. Вот. Так вот опять. Это опять с венками. Мы, да, просто вот... Ну, к сожалению, в силу объективных причин многие не смогли сегодня наисеть шляпы. Нашего состава не смогло прийти. Да. Но мы всем передаем привет, девочки. Надеюсь, вы нас смотрите. Да, действительно, мы видим, компания это большая, они четыре человека. Их биографически разбросаны, как вы уже сказали. Москва. Какие еще? Франция. Франция, Париж. Девочка. Вот буквально у нас завтра еще предстоит наш девичник. Она прилетела только вчера. В Париж. Специально на этом девичник. Да, по-хим-либо. Маленький ребенок. Она, к сожалению, с даградом не смогла приехать. Это вот первая самая вечеринка. Это девичник. Да, мы видим, что обновленная уже на набережной у нас сейчас. Вот флаг, который сейчас вот взвалился немножко. Вот я распечатываю себе пожелания. Мы здесь писали Наташу. Это вот флаг вот такой был, только здесь на открытке он изображен. Да, слушайте, это очень весело, когда какой-то костюм, мне кажется, это настраивает на, опять же, позитивную волну, на волну праздника. О чем мы сегодня и говорим. То, что когда облачаешься в какой-то костюм какого-то героя, в какого-то персонажа, либо даже какой-то минимальный акцент делаешь, да, это уже очень многое дает какого-то внутреннего настроя. Есть такое. Действительно, фотографии позитивные. Я вашу фотографу теперь понимаю. Лена, кстати, обратите внимание, беременная. Беременная, как всегда. Но это ей не мешало. Блин, второй раз, да? Это было второй раз. Второй раз, да. А, кстати, девочки к нам подошли, вот там одна или две, говорят, можно с вами? Да, мы здесь фотографируемся с кем-то, как попросили. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя, зарядили, видимо, позитивом вы его, что он сразу же быстренько к нам дозвонился. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Сергей, очень приятно. Вот так вот, девушек красивых Сергей любит. Интересный, наверное, разговор. Здравствуйте, Сергей. Расскажите, пожалуйста, именно это король Ричард Львиное Сердце запретил носить рыцарям. Что же это? Мех, бубенчики, шнурки, либо вещевой мешок? Я постараюсь угадать. Давайте. Ну, может быть, бубенчики? Бубенчики. Ну, к сожалению, нет. Не могу засчитать ваш ответ, поэтому думаю, следующему телезрителю... Вы добрый человек, Сергей, потому что следующему телезрителю в любом случае облегчили задачу. Три варианта ответа теперь. Это мех, шнурки, вещевой мешок. Что же король Ричард Львиное Сердце запретил носить своим рыцарям? Почему же? Быть может, нам расскажет даже предысторию. В ответ дадим вам билеты на выступление государственно-академического хореографического ансамбля «Березки». Два билета. Мне кажется, это прекрасный приз. Поэтому постарайтесь, пожалуйста. До конца эфира осталось не так уж много времени. Уже и звонок. Вот так вот заинтриговал ее, заинтересовал наших телезрителей. Как вас зовут, уважаемый телезритель? Меня зовут Наталья. Наталья. Очень приятно. Ну, давайте с вами будем отгадывать. Именно это король Ричард Львиное Сердце запретил носить рыцарям. Это мех, шнурки, либо вещевой мешок. Я думаю, что это мех. Это мех. Слушайте, ну, я вас поздравляю. Это действительно так. Почему-то не угодил мех королю, потому что посчитал, что вроде бы жарко, вроде бы как-то, ну, не положено рыцарю носить меха. Я вас поздравляю. Два билета на концерт «Березок» достается именно вам. Мне кажется, вы должны быть сейчас очень радостны. Это так? Улетел у нас уже. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Я думала, что уже улетела радовать кого-то из своих близких, с кем отправиться на этот замечательный концерт. Что ж, ну, вы немножечко нас заинтриговали. Если вы фотографом, уже пригласили на какое-то мероприятие, если приехали, все собрались, то наверняка планируется девичник. Совершенно верно. Это именно девичник. Кто-то выходит замуж, либо девичник встречи. Просто девичник встречи. Да, мы все собрались. Который состоится завтра, вот, на прекрасном концерте. Мы пойдем на концерт все вместе. На концерт, да, руки вверх. На группу нашей юности, скажем так, молодости. Юности, детство. Под кодом названием «18 нам давно». «18 нам давно». У нас будут у всех джинсы, естественно, белые майки, на которых будет написано «18 нам давно». Ну, действительно, это их песня. Потому что у них уже юбилей, и мы решили приучить это. Все любят эту группу, все помнят. Мне кажется, ни одной девочки нет, у которой не было... Которая не слушала эти песни. Воспоминания связаны с группой «Руки вверх». Наверное, наизусть не только песен, точно знаем. Да, когда невольно слышишь в машине, там, или где-то начинаешь... Начинаешь «Руки вверх». Да, и мы решили сходить все вместе на концерт. В едином порыве. И не просто сходить, но еще и приурочить, и опять же все вместе, наконец, собраться и отпраздновать, и вообще повидаться. То есть не просто сходить на концерт, а мы хотим еще и собраться перед. Естественно, у нас, опять же, будет фотограф, конечно же. Ну, действительно, мы за полтора месяца где-то, наверное, уже все сзвонились, списались. Нет, за три месяца мы с вами уже списываемся. Да, на самом деле, мы в WhatsApp'е создаем группу, и в группе уже идет сборное обсуждение. Слушайте, ну скажите, пожалуйста, кто же вообще является генератором идей? Кто инициатор у всех? Инициатор всегда... Инициатор всегда... Мне и все сестрички. Сестрички. На стае. Сестрички все-таки, да. Это все она. Мы как-то, я не знаю, вот последняя, допустим, идея была вечеринки у Лены. Расскажи, как ты созрела тебе этот... Ну, а на самом деле, как-то однажды, проезжая мимо... Давно это было, года три назад, проезжая мимо афиш, опять же, руки вверх, они только начали, возобновили свои гастроли. И я проезжаю, подумала однажды, как было бы здорово пойти на концерт. Я ни разу не была, слушала, там, фанатеяла, да, когда-то. Но я знаю, что все наши девочки так же их любят. Все наши... Все в нашей компании. Думаю, как было бы здорово хотя бы там с двумя, с тремя, чтобы разделить. Чтобы кто-то был рядом, который с тобой еще и понимает твои эмоции. И буквально вот они повесили афиши в начале лета, если я не ошибаюсь. И я возьми и скажи просто, девочки, а может быть, как бы очередной девичник и не просто, а мы еще и на концерт сходим. То есть я сказала, практически в воздух. Космос отпустила. Все подхватили. Все подхватили. И причем даже я не ожидала. То есть я не думаю, что все так поддержат, и что даже странцы к нам прилетят. Хорошо. Что ж, ну давайте подводить опять же итог нашей беседы. Действительно ли костюмы... Ну вот мы сегодня говорим уже о костюме. Все дело в костюме? Вот так вот задам вопрос. У нас тема называется... Должна быть у девичника, потому что просто так прийти, как бы, ну кто-то в чем-то... Уже не совсем интересно, а когда все вкупе, все в одной теме, венок на голове, либо это будет говядская вечеринка, бусы, то это команда, это командный дух. Действительно, это феерия, в которой хочется так и постоянно воздушно бултваться. Вы знаете, чего стоит только одна переписка, когда мы готовимся. Там уже столько позитива в процессе. Это вот там смех один, мы уже заряжаемся, когда готовимся. То есть у нас нет таких... Кто где что-то нашел, я там позвоню туда, а я вот смогу сделать это. Кто вот чем может, помочь и дополнить. Обязательно кто-то что-то делает. Обязательно кто-то что-то делает. Костюм нет такого, что... Да, да, да. Огромное спасибо, девочка тоже занята очень была на работе, ехала, но не смогла буквально вот доехать. Юлия Морева, спасибо тебе огромное. Ты такая молодец, ты просто наш костяк. Что мы без себя вы сделали? Девичник, она просто весь на себя взяла. Она просто весь на себя. У нее работа, ребенок, но ее это как бы мало заботило. Вот была цель собраться и все взяла на себя. Работа, ребенок, это вообще не помеха тому, чтобы устроить костюмированную вечеринку. Поэтому, наверное, совет для наших телезрителей, не бойтесь устраивать костюмированные вечеринки. Отдыхайте. Отдыхайте, понимайте то, что примерить на себя образ того или иного человека, того или иного героя мы не сможем в обычной жизни. А вот на костюмированной вечеринке, пожалуйста. Всегда пожалуйста. Поэтому я думаю, что действительно необходимо как-то брать в костюмы в прокат, шить, ателье, пожалуйста, подключать. И тогда все будет хорошо. В конце концов, Хэллоуин. Новый год уже не за горами. Задумайтесь об этом. Вам спасибо большое за веселую компанию. Вам спасибо большое. А вам, дорогие телезрители, желаю хорошего дня. Ну и, конечно же, пока-пока. Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова